Это программа «День с толком» в студии Николай Потешкин. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Всему есть предел. Семье мигрантов из Барнаула придется покинуть Россию из-за поведения их сына. Не больше одной в руки банки страны начали выявлять тех, кто оформил несколько льготных ипотек. Могут ли таким заемщикам поднять ставку? И после годового перерыва праздничные салюты возвращаются в Барнаул. Насколько шумно отметят День города, рассказали в мэрии. Стали известны подробности аварии, которая произошла накануне в селе Лебяжье, где водитель сбил четверых человек, среди которых готовал ребенок. ДТП произошло возле озера Голубое. По предварительным данным, 42-летняя женщина завела двигатель авто с включенной передачей. Машина в итоге оказалась в воде. Ее водитель отказался проходить проверку на опьянение. Что касается пострадавших, которые чудом остались живы, их доставили в краевую больницу скорой помощи. Госпитализация не потребовалась. Барнаульские полицейские аннулировали вид на жительство семье мигрантов. Отличился подросток из этой семьи. На камеру попали кадры, как парень пристает к сверстнику и плюет одному в лицо. Историей заинтересовала даже главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Подробнее в нашем сюжете. К семье мигрантов, живущих в Барнауле, озвучивают решения сотрудников полиции об аннуляции вида на жительство и необходимости покинуть Россию. Причина поведения их 14-летнего сына. Инцидент с его участием случился еще весной у торгового центра, но в сети появился лишь на днях. Парень начал приставать к подросткам и плюнул одному из них в лицо. Полицейские быстро отыскали юношу, уроженца ближнего зарубежья. В случае, если семья парня за две недели не покинет пределы России, то их придется депортировать в принудительном порядке. Напомню, что после ряда противоправных случаев со стороны мигрантов в стране стало меньше сфер, где им позволено работать. В ряде российских регионов мигрантам запретили трудиться в общепите и на транспорте. Кое-где для них закрыли сферу торговли. Не свистеть, не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем. Это уже советы для живущих в России гостей из других стран. Такие дают на лекциях приезжающим. Ведь в другой стране, и это актуально для всех, и для русских в том числе, вести себя подобает, как принято именно в этой стране, а не как у себя дома. Татьяна Голубева, День, Столком. Банки страны стали выявлять тех, кто оформил больше одной льготной ипотеки и повышать для них ставки по кредитам. Такая информация появилась в многих финансовых изданиях. К примеру, Forbes сообщает, что в Сбере подтвердили информацию о праве банка увеличить ставку в случае, если они выявили лишнюю льготную ипотеку. В промсвязь банки заявили, что все попытки повторно получить льготную ипотеку выявлялись еще до подписания кредитного договора. В банке Дом РФ также сообщили, что если выявят заемщика, который нарушил правило «одна льготная ипотека в одни руки», то ему поднимут ставку. Правда, уверяют, что такие случаи – большая редкость. Напомним, что в декабре 2023 года в России заявили о новом правиле – «одна льготная ипотека в одни руки на все программы». Правда, это не касается тех, кто оформил ипотеку до 23 декабря 2023 года. Такие клиенты могут взять еще один кредит по программе с господдержкой. И в продолжение темы эксперты рассказали, какие недостатки выявляют в Барнаульских новостройках при приемке квартир. Трещины в стенах, отслоение штукатурки, царапины на окнах и не только. Наша съемочная группа пообщалась с экспертом в области недвижимости и готова отдать советы по оперативному устранению строительных дефектов. За последние несколько лет барнаульские застройщики прокачали скиллы в строительстве жилья. Строить стали качественнее и добросовестнее, отмечают эксперты. Однако новоселам все равно нужно бдить, при приемке квартир формировать дефектную ведомость. По ней застройщик в течение двух месяцев обязан устранить дефекты. Также у нас есть отклонение от вертикали стен. Без заделки, это у нас простая штукатурка стен. Очень слабого качества. То есть, вся она уже отслаивается. Однако у дольщиков в этой истории появились подводные камни. В этом году вступило в силу распоряжение правительства, которое снижает нагрузку на застройщика. В соответствии с этим постановлением, дольщик, во-первых, обязан подписать акт приема и передачи, если недостатки не препятствуют эксплуатации, то есть не существуют недостатки. И застройщик уже в течение 60 дней имеет приоритетное право на устранение этих недостатков. То есть, уже не получится так, что у меня есть недостатки, пожалуйста, компенсируйте мне это деньгами. Если застройщик не устраняет дефекты, то дольщик обращается в суд и взыскивает расходы на устранение недостатков. Только взыскать расходы не обязать застройщика устранить. Только либо получить деньгами расходы на устранение недостатков, ну, либо застройщик в добровольном порядке устранит. Всегда застройщик старается добровольно устранять эти недостатки, потому что это экономически более целесообразно. При обнаружении недостатков через несколько месяцев или даже лет устранять недочеты застройщик обязан в рамках гарантийных обязательств. А если недостатки уже выявились спустя год-два? Все зависит от того, как была приобретена квартира. Если это договор купли-продажи застройщикам, гарантия на квартиру два года. Если вы действуете в рамках 214-го федерального закона о долевом строительстве, гарантия у вас 5 лет на общестроительные конструкции и 3 года на инженерные системы. Если срок гарантии истек, а проблемы появились, то владельцам нужно обращаться к Фемиде. Главное доказать, что дефекты возникли в период гарантийных обязательств, а не после. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. А тем временем многострадальный дом на Петросухова, 34, могут сдать уже осенью. Однако прежде нужно решить ряд нюансов, основной из которых – подъездные коммуникации. Почему застройщик не может рассчитаться за работу и как он собирается решать эту проблему, расскажет Данил Кузнецов. Дом на Петросухова, 34, дольщики окрестили проклятым. Долгострой не могут сдать уже несколько лет. Виной тому – нехватка денег. Администрация города уже ставила вопрос помощи с финансированием застройщику. Ему выделили деньги на первый этап – запусти людей. То есть он кормит обещания не только нас, администрации, говорит неправду. Ну, мы уже устали от этого вранья. Я живу на съемной квартире, плачу ипотеку. Нас таких, как я, очень много. Мы с детьми снимаем. Как нам дальше жить? Раньше сдать дом не могли из-за парковки, поскольку в подъезды нужно заходить именно по ней. Все недочеты доделали. Сейчас прорабы работают над козырьками – электроснабжение. Застройщик решает очередную проблему с батареями в одном из подъездов. Батареи по проекту сделаны правильно. Но проект, как я говорила, был непосредственно разработан еще в 2016 году. Сейчас у нас 2024 год. И по новым требованиям батареи должны быть наверху на высоте 220. Нам дают новое проектное решение по зашивке этих батарей. То есть, одним словом, по нормативной базе проходит, если мы их сделаем в нишах. Нишу можно сделать не долбя, только зашивкой и гипсокартоном. Чтобы закончить все работы и сдать квартиры, застройщику нужно примерно полтора миллиона. Очередной кредит компании, скорее всего, не дадут. И единственный способ получения денег – продажа парковочных мест. Но это невозможно, поскольку данное имущество арестовали. Застройщик надеется, что жильцы смогут заехать в октябре. Но недовольные дольщики уже подали в суд, чтобы взыскать неустойку за задержку сдачи объекта. Суд мы выиграли, но пока иск находится только на руках у нас. Почему? Потому что инициативная группа просит слезно, как говорится, чтобы никто не подавал. Иначе, если все дольщики подадут в суд, мы квартиры свои не получим. Застройщик просто не имеет столько средств, чтобы выплатить все компенсации. И может на этом обанкротиться. И тогда не ясно, через сколько месяцев или даже лет дольщики получат долгожданную крышу над головой. Этот год семьи. И мы, как бы, молодые семьи, просим помочь, услышать. И надеемся на лучшее. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. Писать заявление больше не нужно. Региональный материнский капитал в Алтайском крае будут предоставлять без обращения в многофункциональные центры. Или соцзащиту. Таким образом, срок получения от капитала снизится в пять раз. Региональный материнский капитал начали выдавать в крае в 2011 году. Положен он только многодетным семьям, в которых родился или был усыновлен третий ребенок. За 13 лет право на выплату воспользовались 54 тысячи жителей Алтайского края. Общая сумма выплат приблизилась к полутора миллиардам рублей. По новому постановлению, которое подписал губернатор региона, получить материнский капитал будет гораздо проще. Документом, удостоверяющим право, будет являться сертификат, который будет оформляться в электронном формате. И самое главное для людей, введение нового порядка позволит сократить сроки оказания государственной услуги почти в пять раз. А именно после рождения или усыновления третьего ребенка, сведения о нем и его родителях будут автоматически поступать в управление соцзащиты из единого реестра ЗАГС. Уже в соцзащите их проанализируют, сопоставят с другими и примут решение о выдаче сертификата без какого-либо заявления. Добавим, что в этом году сумма выплат регионального маткапитала составила 83 тысячи 850 рублей. И чаще всего жители края используют его на улучшение жилищных условий. Барнаульцы начали охоту на свежие огурцы и помидоры. Правда, многие уже заметили, что даже фактор сезонности не повлиял на цены. Наша съемочная группа отправилась на разведку. На площади Спартака многолюдно. Кто-то покупает, кто-то просто приходит посмотреть. Началась охота за свежими огурцами и помидорами по приемлемой цене. На саду тяжело было выращивать, потому что нестабильная была весна у нас, холодная ночь. Ну, как пришлось еще и технице. Так что, слава Богу, все. Помидоры разных сортов, от сливовидных и розовых, добычи его сердца, здесь можно найти в разбеге от 180 до 200 рублей за килограмм. Огурцы, которые стоят дешевле почти в два раза. Реже можно увидеть в продаже цветную капусту и брокколи. Эти овощи быстро перезревают и становятся непригодными к употреблению. Также стартовал сезон баклажанов и кабачков. Последние будут продаваться до самой осени. Много на рынках и сезонных продуктов. Вот, например, мешочек лисичек я приобрела за 200 рублей. На новом рынке мы нашли даже эксклюзив – стебли молодого ревеня. Продает жительница Тальменки. Раскупают продукты? Раскупают. Я бы не ездила. Езжу очень редко. Ну, раз в неделю, две недели раз. Потому что и старая, и тяжелая. Ну, все равно, маленькая. Вот с курьем маленький. Здесь же свежая петрушка, базилик и другая зелень. Чеснок, редиска и свекла. Пучок морковки покупателям отдают за 30-40 рублей. Позже цена может опуститься до 20. И моркови станет больше, и конкуренция вырастет. По сравнению с 2023 годом цены на продукты в Алтайском крае стали расти медленнее. В июне 2024-го поднялись на 9%, а в прошлом на 9,13%. Такую статистику опубликовали на сайте Барнаульского отделения Сибирского главного управления Центробанка России. А вот конкретно на овощи инфляция поднялась. Арбуз, капуста, помидоры. Вот сколько стоит качан капусты, например? Я не знаю, вот все вместе я отдала около 500 рублей. Но у меня арбуз очень большой. Этого хватит на один ужин? Ну там хватит, хватит на семью. Дарья Ярушина, Дмитрий Денисов. День с толком. В День города в Барнауле все же прогремит праздничный фейерверк. По традиции он пройдет на площади Сахарова и в районах города. Такое решение приняли власти краевой столицы. Это будет первый салют в Барнауле в этом году. На Новый год и майские праздники от фейерверков отказались. В администрации пояснили, что финансировать салют будут барнаульские предприниматели из внебюджетных средств. Напомню, что День города в этом году впервые за 10 лет пройдет не в сентябре, а 31 августа. И к новостям спорта. В самом разгаре мини-футбольный сезон чемпионата Алтайского края. На днях завершилась первая часть летнего розыгрыша. И среди участников самая медийная команда – журналисты Алтая. Пишущая братья в пятой лиге завоевала бронзовые медали и поднялась в четвертую. Подробнее об этом, а также о грядущих событиях в мире спорта расскажет Дмитрий Дроздов. Мини-футбол в Алтайском крае набирает обороты. Очередной сезон под эгидой Акамф собрал более 10 лиг. А это сотни сильнейших команд региона. Среди участников и журналисты Алтая в пятой лиге. Пишущая братья навела шороху. И до последнего тура было неизвестно, кто же завоюет золотые медали. Мы, игроки команды, журналисты Алтая, могли почувствовать себя московскими динамовцами. Вплоть до последнего могли рассчитывать на чемпионство. Но завершили сезон с бронзой. Ну и скорее все-таки для команды. Понятно, что где-то есть огорчение по этому поводу. Но все-таки скорее для команды это плюс, это позитив. Потому что соперники были очень достойны. По итогу журналисты заняли третье место и поднялись на лигу выше, где уровень соперников будет еще выше. А значит, игры будут эмоциональнее и интереснее. Недаром мы сделали шаг вперед, шагнули на ступеньку вверх. И поэтому уровень конкуренции будет теперь еще серьезнее. Но и мы, Нил и Камшит, будем бороться. Наши команды мастеров активно готовятся к сезону. Но так стало известно расписание первых игр у хоккейного клуба «Динамо Алтай». Белоголубые начнут сезон серии домашних игр. 3 сентября Новокузнецкий «Металлург», а 10 сентября «Магнитогорская магнитка». Утвердили и календарь волейбольной высшей лиги А. Наш университет начинает сезон 21 сентября. Домашними играми против челябинского «Динамо». А теперь давайте расскажем вам о спортивных мероприятиях на предстоящих выходных. Начнем с королевского вида спорта – шахматы. С 20 июля стартует второй этап Кубка России среди женщин с общим призовым фондом 550 тысяч рублей. И параллельно Кубок России стартует у мужчин. Сильнейшие шахмасисты приедут в Барнаул, чтобы побороться за звание лучшего. Любителям автоспорта тоже найдется чем заняться на выходных. 20 и 21 июля на аэродроме Панфилова состоится открытый Кубок Алтайского края по дрэк-рейсингу. В розыгрыше призов планируют принять участие сильнейшие гонщики Сибири. Старты будут с 11 часов. А чтобы зарядиться на спортивные выходные, можно размяться на футболе. Барнаульское дерби в Кубке Сибири. Одна, четвертая финала. Темп против Полимера. Напомним, первый матч завершился в пользу Темповсов 2-0. Начало встречи в 18.30. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.